Вы как-то не с папашей ли сразу вроде? Вот это что-то неладно. Нина там не говорила, не снимайте, не снимайте. Такого не было. Она мне сказала. Одна женщина подошла прячется. Вы то ли из меня уже идиота тут совсем сделали? Да почему же? Ну ты же не видел. Вы мне прям к храме повернулись и сказали, Игорь, снимать нельзя, мы же с батюшкой не договаривались. Это там нам передали женщины, которые стояли. Ну вы мне сказали своим языком в храме эти слова или нет? Она сказала, что... Вы мне сказали своим языком эти слова или нет? Ну зачем вы разговаривали-то в храме? Я не помолю тебе, что такое. Ну сколько можно? Задавить этого гада надо. Вы прям мне скомандовали. Я Сереже сказал, Сережа, снимай. Вы поворачивайтесь и говорите мне, нельзя здесь снимать. Мы же с батюшкой тут не договаривались, чтобы снимали. Да я такого не могла сказать еще. Да вы прям рядом со мной сидели или нет? Александра Михайловна. Да ты вы что такое? Александра Михайловна. Ну спасуйся сама. Нила Александровна. Тихо. Давайте будем молиться. Молитесь о начальстве вашем. Ну нельзя так ругаться тоже. А что, мы уже помолились все. Нельзя ругаться так. Господь благословен. Ну надо еще для успокоения. Ну сейчас никто с вами не поедет просто. Зарю небесной. Портишься тебе в душе истины, и жизнь везде сын, и вся исполняет сокровища благих. И жизни подателю прийди и селися вны, и отчистенет всякие скверны, и спаси блаже души наши. Господи, благослови наши занятия по слову такому святому. Слава тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Так, напомню, четвертый стих, чтобы освежить в памяти. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Нас-то вот не было на прошлом занятии, но... Ладно. Итак, пятый стих. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Толкование. Поскольку у коринфян многие говорили языками, то да, вы не подумали, что из зависти унижает языки, говорит, я желаю, чтобы говорили все, не один или два. Еще более желаю, чтобы вы пророчествовали, потому что это много полезнее. Пророк говорит выше, но выше того, кто только говорит языками, а не умеет объяснить. Если же умеет и объяснить, то он равен пророку. Ибо через объяснение того, что говорит языком, неясно, он назидает церковь. Объяснение было также дарованием, и иным из говорящих языками подавалось, а иным не подавалось. До сих пор у нас в наши дни существуют пятидесятнические церкви, которые решили для себя так. Как узнать, есть ли на тебе Дух Святой или нет? Говоришь на иных языках, имеешь Духа Святого. Не говоришь на иных языках, не имеешь Духа Святого. Мне приводилось разговаривать с ними, не с одним, которые говорящие на языках, которые не говорящие. Да, брат, говори. Я хотел просто вопрос задать. Хорошо или плохо, что у нас сейчас нет языков? Нет, вообще сейчас есть или нет языки вообще? У нас проповедь на языках. Что такое проповедь на языках опять? Тогда вопрос. Проповедь на языках это знание нескольких языков разных народов. Допустим, обычно английский, немецкий, французский знают. Но это европейские языки центральные. Потом там еще испанский, итальянский дальше добавляется тоже. Потом там, если кто-то знает турецкий или какой-нибудь хинди, это уже считается полиглот необыкновенный, потому что это уже вообще другой восточный язык. А еще есть дальневосточный, там японский, китайский. Ууу, это вообще сложнейшие языки. Это невероятно. Вот эти языки знать. Ну а пятидесятники, они не так это толкуют. А языки это значит просто знать, как говорит апостол Павел, говорит, там дальше сказано будет. И даже если я владею языками ангельскими, и они говорят, а мы знаем ангельские языки. Но это как Господь. Помните, когда четверо принесли одного из крови, опустили, расслабленного? И Господь спрашивает фарисеев, когда они в сердце своем осудили Господа, когда Он сказал, прощаются тебе грехи. И Он их спрашивает, что легче тебе сказать? Прощаются грехи? Или встань и возьми постель, ты выходи. И что они ответили Ему? Кто помнит? Что ответили? Книжники. Что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или встань, возьми постель, ты выходи. Прощаются грехи легче. Легче. Почему? Потому что... Никто не проверил. Грехи. Простились, не простились. Как проверить? Человек не убывает, не уменьшается, не рост там никак. Ни чернеет, ни белеет. Ничего нету. Только нужно беседовать с человеком, тогда ты поймешь. Сказал, да и все. Сказал, да и все. И они говорят, да конечно, прощаются грехи. А он говорит, тогда говорит Расслабленов, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Точно так и здесь. Они говорят, а мы ангельскими языками говорим. А поди, проверь. И они начинают. Как вы видите, что-то там болтают, болтают. Я вот сам слышал. Вот набор какой-то прям слов. Одних и тех же причем. Бывает вот прям один человек, одно и то же прям повторяет. За ним не повторишь даже абракадамру. А он одно и то же повторяет, повторяет. Любой послушает и скажет, да это какая-то болезнь. Это неверующий. А верующий, конечно, скажет, что это объяснование. Однозначно. Потому что так быстро тарабарить вот это и всякую галиматью. Это только ребенок вот лепечет вот эти устами своими. Ну, конечно, легче тогда сказать, что это ангельские языки. А ты попробуй говорить не иностранными языками. И причем не просто говорить. Вот у нас как раз пример пришел, Игнат Игнатьич. Ну, я по его же словам, я не слышал его проповедь. Он говорил, что он говорил немцам проповедь на немецком языке. Ну, он изучал немецкий язык и говорил проповедь. И они понимали проповедь его. Вот все главное. Проповедь о Христе, о Спасителе. Чтобы люди каялись от этого. Чтобы, пускай даже если не каялись, то на сердце им и в душе им эти слова Христа западали бы. И потом бы оно привело к какому-то прорастанию семени. Вот как должно быть. Вот они и должны быть, какие говорили языками. А не просто болтология одна. И теперь вот плохо или хорошо, что у нас нет языков? А мы другой вопрос зададим. Конечно, плохо, что нету у нас таких людей, полиглотов, которые могут говорить проповеди там и там и на тех языках. А вот теперь мы вопрос зададим. Почему их нету, этих людей? Да потому что полиглоты-то у нас есть. Но проповедников среди их нету. Мы не можем ему взять штамп, вот как в семинарии. Бац, ему штамп поставили там, где он спит на этой кровати. И все. И он теперь семинарист. Теперь он будущий священник. Вот здорово придумали. И так же проповедников они наштампуют. Сейчас начнут штамповать, сейчас увидите. Миссионеры у них будут. Где-то ездить будут. Даже что-то будут читать, там говорить. Это я вот был в воскресной школе. Я видел там женщина сидит, читает прям выборки какие-то. И она довольно-таки, если мягким голосом читает, никого не оскорбляет, за миссионерсу сойдет. Все сидят молчат, всем все понятно, никто вопросов не задает. Она сама даже вопросы еще поставит, ответит на них прям. И все хорошо, все складно и ладно. Господь, почему упразднил языки? А потому что народ проповеднический помельчал. И некому просто идти уже. А я думаю, даже более того, народ-то еще и приобрел больше опыт в знании Христа. Значит, теперь каждый народ должен иметь проповедников. Вот в чем дело. А так, конечно, загрузили всех, допустим, на евреев, на русских там, или на англичан. А ну давайте будьте полиглотами, 2800 языков каждый знаете. И теперь идите всем рассказывайте. А нет, Господь не про это сказал. Он где распространен, Евангелие? Как распространилось? Написано, по всей вселенной. И теперь и там есть евангелисты, и там есть и там. И как мы друг друга должны понимать? Вот на этом уровне, на котором мы сегодня ведем вот этот духовный, наши диспуты. Вот сестры плачут здесь, душой там каются или не каются, не знаю. Братья здесь кипят. Это все и есть диспут духовный. Вот на этом духовном уровне и идет наше общение. Мы можем с англичанами здесь привезти. Помните, к нам приезжали? Ну, они протестанты. Эти двое. Они как миссионеры себя считают. Они отдали много денег. Сделали, напечатали Евангелие. И теперь они Евангелие везут туда, куда-то к другим народам, которые его плохо знают. Это горноалтайский. И они тут у нас побыли. Англичане, американцы сами. И они сидят, вот братья переводят, несколько слов. Прям, ну, говорим о Христе, Игнатий Иванович. А Валерий переводят. И спрашивают их, вы понимаете? Они, ой, я съезд, я съезд. Окей, окей. Они понимают. Они сидят, улыбаются. Им приятно о Христе. А этот Булатов им еще переводит. Это вот люди, они тоже собрали много нас тут. Это милость, милостыня. Вот так вот должны друг друга понимать. Поэтому языки-то упразднились, чтобы каждый трудился. Каждый был благовестником. А не переваливал все на другого. Как это у нас очень сейчас любят делать. И опять же, это перевалка на какого-то одного человека идет. Миссионера выделить и так далее. Все это по-коммунистически очень даже звучит. Болодя, рассказай что-то. Да я просто случай вспомнил. Мы с Игнатьевом сейчас смотрели видеоролик про Олега Стеняева. Да, я тоже его. Да, вот вспомнил, наверное. Может, расскажешь сам-то. Ну, начал рассказывать. Нет, говори. Олег Стеняев, умница. Он пришел в общину пятидесятников. И он полиглот. Он знал очень много языков. Арабский, арамейский. Я сейчас не помню какие. И там очередь. И как раз у них было собрание, что приедет человек, который может истолковывать вот эти вот... Объяснять языки. Объяснования их. То есть у них были люди, пятидесятники, которые говорили на иных языках. Их, конечно, никто не понимал. Но... А сейчас, говорит, придет человек, который вам объяснит толкователь, что вы говорите. И подходит один, он ему объясняет что-то. Ты вот тут сказал, потом второе, третье. Подходит Олег Стеняев и начинает какую-то... Молитву. По-моему, отче наш, он читает на армейском или на арабском языке. И... А тот ему отвечает, а ты говоришь, и совершенно не в попад. Тот ему... Олег Стеняев другую молитву, на другом языке. А тот ему примерно то же самое, но тоже не сходится. Тогда Олег Стеняев говорит, а вы, говорит, не от Духа Божия говорите. Как? Ну, так я вам вот на таком-то... Да, да. Ну, тот вроде смутился, а потом у них пастырь в церкви подразил Олега Стеняева. А вы, говорит, на каком основании-то стали проверять все. Написано же, испытываете духов, от Бога ли они? Да. Ну, ты правильно сделал, что... Сказал, мы больше этого человека больше приглашать не будем. Вот. То есть, он признался. Вот так вот Олег Стеняев испытал вот этих вот людей, 50-ник, которые себя называют. А то, что вот брат говорит, что почему Господь отнял этот дар языков и почему его сейчас нет. Как бы... Сейчас бы так, ну, раз бы, и все бы заговорили бы и поехали бы там в Голландию, по Европе проехали, разве бы плохо было бы, чтобы одному из братьев был дан дар, чтобы он говорил, приехали бы в Голландию на Голлайском, на Голландском, на... в Швейцарию на Швейцарском чудо было бы, конечно, да. И вот 2000 лет назад почти такое чудо было. И это было знамение для неверующих. Понимаете? Знамение для неверующих. Неверующие понимали, что это действительно чудо. Невозможно, не уча языки, сразу заговорить на языке другого народа, с которым ты не жил, не общался, не изучал этот язык. Это действительно чудо. И люди, видя это чудо, начинали веровать. Но этого чуда мало. И вот сейчас этот стих говорит, желаю, чтобы лучше, чтобы вы пророчествовали, а еще лучше, чтобы еще и объясняли, потому что рассказать иностранцу там одно, а поймет ли он правильный смысл от того, что ты ему говоришь. Ведь человек, который получал дар этих языков, он понимал, что он говорит не на родном языке. Он им пересказывает все. А у тех могут возникнуть вопросы. У вас возникали в Германии вопросы, допустим? У меня вопрос возник сразу. Толкование ты считал хоть один раз? Вот у нас был Желтухин, отец Александр, он похож на тебя. Лишь бы сказать, абсолютно на 100% неправильно толкуешь. Больше за такие вопросы не берись, если не знаешь. Зачем же это так? Люди у нас будут слушать и скажут, да вы православные-то какие? Для неверующих, для тех, которые сойдут с улицы, ты являешься знамением, что ты бесноватый. Кто зайдет оттуда, не скажете, что вы беснуетесь. Языки знамением для тебя, для того, кто говорит, у него веры не хватает. Евреи всех научили так, небо, небо, так как Аврааму Бог открылся, мы избранный народ, а остальные грешники и небо для нас, а какие там язычники-то? И они язычников долбили, если не обрежетесь, не спасетесь, в Галатном послании это. И вот теперь знамение это подтверждало у Коринфин. Почему? В Иерусалиме-то этого не было. В других местах. А они ее задолбили. Город блуда. Какие вы верующие? Да кто вас примет? И тогда Бог давал это знамение. И были толкователи. У сегодняшних стектантов ничего этого нет. Я обратился среди них, среди 50-ников, получил Библию. Знамение для того, кто этим языком говорит. Вдруг он заговорил. У меня знамение, что меня Бог все-таки принял. Вот для кого, а не для тех, кто зайдет. А если говорить непонятно, и кто-то зайдет, не скажет, что из дурдома сбежали. Вы что, толкуете? Когда там прямо говорится, вы являетесь для мира соблазном. И поэтому, если нет толкователя здесь, молчи! Зачем запрещать? Молчи! Это соблазн! Вы бесноватые, скопище бесноватых. Я среди них был. Они как один кричат. Вот в Новосибирске были там брат Леня, они его называли брат Леня. Ну, понимаете, он как наш этот, Валера Сокольский. И жена у него патер мутер, патер мутер, уйди, 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 патер мутер, патер мутер, приди, 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 приди. Это что, от Бога? Я ему говорю, это что? Да я уж говорил, я на... А у него-то не лучше. Я вот был в Риге, это большое собрание, 50-тих, обномолились на домах. И вот они как все загарготали, как гуси, когда испугаешь их, они гогощут, им спасают все еще. Ну и что? А он на нас смотрит, и вот так вот раз, одно, они как по очереди все, птич, какой Яша не плачь. Яша, хватит, Яша выключился. И они точно так все, раз. Я говорю, нет толкователя, молча, у вас есть толкователь? Нет толкователя. А зачем вы говорите? У нас вот, Валя Барышникова, не вижу я ее уже, несколько лет, она там, в соседней деревне. Ну, мы были в Караганде, ее возраст, девушка такая же, и она, бормочет, Гасталалия называется, Беснование. Она идет и говорит, я не знаю, как ее звать, и говорит, а ты могла бы вот сейчас на вокзале сейчас и заговорить? Я могла, говорит, но здесь брата-то старшего нет, меня никто не остановит, я не могу тогда остановиться. Она не может остановиться, она тогда кричит, глаза вылупит, с нее пена идет, ну что, все признаки Беснования. А там написано, нет толкователя, молчи. Молчи. И духи пророческие повинуются пророкам, а эти духи не повинуются им, они их давят под себя. Ну, ну сравните, у вас нет толкователя, нет толкователя, ну не может общество быть из одной лжи. Этот самый Олег Синяев как раз и говорит. Когда он занимался еврейским языком, в собрании 50-ков прочитал молитву на еврейском языке. Сразу же нашли толкователь, начали говорить, это он сказал, какая наша община хорошая, такой нигде нету, ну как наше, такое мнение. Он говорит, да это еврейская молитва, и у меня нету дара этого, который вы думаете, то нету, нет, нет. Они все переводят. Я не могу их убедить, что это я просто на другом языке прочитал-то, они уже толковали назад, пятницы нельзя. Вот если ты согрешил, такой, ой, Господи, виноват, у 50-ков этого нет, а так Дух Святой сделал, замолчи. Я не могу каяться, потому что Дух Святой это сделал. Это хула будет, если я буду раскаиваться. Вы просто не знаете, о чем говорите. Ты понял? Вот это назад повернуть. Поэтому сложные места, если ты не прочитал, не усвоил, никогда не касайтесь. Неверующий знает. Для неверующего, для того, кто заговорил, он неверующий. А Златовус говорит, а мне не надо этот дар. Я и так верю, что меня Христос принял, за меня причистую кровь пролил. Мне зачем это? Чудеса. Златовус говорит, это для грубых людей были чудеса. Мне не надо, я совершенный муж. Мне чудес не надо. Это Ян Златовус говорит. Ну, а я за ним уже повторю, мне не надо чудес. Вот я иду, у нас женщина одна была, ну-ка, открой глаза, так попадешь в интернет. И будешь доказывать, что не спала. Здесь, а попытайтесь сидеть прямо, ну, перестаньте. она что-то там крутила, там мужик ее побил, или еще, Костенко помиле, Кате. Она вышла, у нас пояс останавливается, напротив нас там красный, грузовый это. Она пошла по моему носить, ведро бросила, голову под пояс. Я иду, у нее голова отдельно лежит, она здесь лежит. Какой у человека длинный язык, я никогда не видел, какой длинный. Он у нее весь до горта не вывалился, и галька на него, на липши она лежит. Только сейчас она разговаривала, все. Я стою, смотрю на нее, думаю, вот сейчас бы, подошел Пантелеимон, Пантелеоне был, перекрестил бы, и сказал, Екатерина, восстань. И она бы встала, с языка гальку стряхнула бы, язык втянула в рот, и все. Ты бы удивился? Я стою на нее, смотрю, на мертвого, и думаю, нет, не удивился. Для меня это даже никакое не чудо. Потому что я поверил, что Христос тридневный воскрес, исчерзанный, избитый. Кровь с него вся вышла, и он вдруг восстал. И после этого чуда, мне никакого чуда больше нету. Никакого. Я вот, после этого, я ни одного чуда не мог назвать, что это чудо. Для меня просто это, ну, естественно, как вот Земля сейчас несется в космосе, что она с такой скоростью идет вокруг Солнца, что мы где-то вверх ногами, может быть, как один говорит, вот если бы мы сейчас подевали нас, и стали бурить шахту туда, в центр Земли, на ту сторону, то где бы мы оказались? Вот вы думаете, где бы мы оказались? Ну, и спрашивают там одного человека, да где, говорит, в дурдоме. Где бы мы оказались-то? Решили землю пробурить. Понятно? Надо разумно ко всему подходить. Если ума не хватает, проси у Бога, дающего просто без упреков, или вот этот момент. И скажи, высшее чудо не даст от другого знамения, кроме знамения он от пророка. Не даст. То есть, остальное уже никакой роли не играет. Я эти слова понял, именно так. И не увидите, доколе не воскликните, благословен грядущего имя Господня. Доколе. А я сейчас воскликну. Он мне и явится. И это я тоже понял. Как я воскликнул, у меня все сомнения, все ушло. И я верю, он мне явился. Не увидите, и говорит, доколе не воскликните. А я поверил, что благословен он. Сын Божий, Царь Израилев. Как просто. Даже толковать ничего не надо. Поняла? Да, вопрос у меня есть. А мы тогда, получается, тут на две части не можем разделить это, разве, дар языков. Ведь явно, что Деяние Святых Апостолов, вторая глава, там говорится о чуде для других людей. Почему называют вундеркинд? Вундер чудо, кинд ребенок, чудо ребенок. Ну, это в виде анекдота, опять же, рассказывает, все, хватался. Вот, начался урок первый. Мама мыла раму, она никак ее не вымыет. При мне мыла, все еще так это. Ну, и пацаненку, а он встал сразу и говорит, Марья Ивановна, я слишком умный, чтобы раму тут мыть. Переведи меня в третий класс. Вот это да. Я не хочу с этими сидеть, которые даже раму просчитать не могут. Учительница повела его. Устами ребенка говорит истина. Пришла к директору и говорит, Борис Иванович, вот, Ваня говорит, что он умный и надо в третий класс. А ну, давай проверим. Трежды три, сколько? Он говорит, девять, сколько же. Так, а шесть, шесть? Он говорит, до тридцать шесть. Ну, переводи его в третий класс, он уже знает эту таблицу, все. А на обучительность решила его испытать еще. А разрешите мне по логике вещей задать вопрос? Пожалуйста. Директор думает, что же она такой еще задаст? И вот скажите, что у коровы есть? Четыре, а у меня две. Директор сразу смекитил, что у коровы-то? Четыре-то, а у женщины-то два-то. Он смотрит, а Ваня сразу ответил, ноги, у коровы четыре, а у тебя, Марья Ивановна, только две. Директор сидит, задумался. Так, а теперь скажи, что у тебя есть в штанах, а у меня нету? Директор говорит, офигенит, не успел даже. Вот это вопрос задала ему. А он не, директор-то свое думает. А Ваня сразу ответил, Марья Ивановна, это карман. Я вижу, что у вас кармана нет, у меня есть. Ну тогда гони, говорит, в третий класс, не заходи даже в свой класс. Директор говорит, подожди, ты его посылай в пятый класс. Говорит, на два последних вопроса и я правильно не ответил. Понимаете, мудрости никакой не надо, испорченный ум подсказывает. Он по-другому не подумал, а у него им умений еще нет, он сразу понял. А тот-то о чем подумал, четыре и два, что есть, а у него нет. Вот так и языки, и во всем. Мудрят, а там ничего и нет. Безумное лопатание. А первым, это нужно было доказать, доказать, что их Бог принял. И они этим научались. Ты, говорит, научаешься этому? Да. Через это спразумляешься. А почему отнял Бог, потому что проповедь евангельская распространилась уже на весь мир. Уже Ирина Илеонский, третий бег, говорит, как о даре, который ушел. Бог отдавал на время. А зачем он мне нужен? Я живу в Барнауле, ты живешь в Осинниках, тебе зачем нужен? Тебе это и не надо. Ты уж на своем-то языке заплетаешься. Ну, ну так. Еще бы болтал что-то. Откровения. Нам слишком много дано откровения. А они не знали Писания. И кому были какие откровения? Да все это уже записано. Творение Анна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Блаженная Августина. Тогда ничего этого не было. И тогда Бог им открывал. И вот один представь себе говорит, никакого регламента ничего нету. А другой со скайки даже руку не поднимает. Так это дальше так. А тот должен сразу язык прикусить и сесть. За все собрание вот таких ораторов, что было два, самое большее, три. Я говорю, а вы орете 50 человек все вместе. У вас еще не сходится? Не сходится. Ну и все. Ну в первую очередь нет толкователя, молчи, толкователя нет, вы не молчите. Дальше два или три за все собрание. А вы кричите все вместе. Это не от Бога. Это самое малое. В прежние времена эта вера, если так назвать, как называть динаминацией, не люблю это слово, мне все напоминает демонизация. была первой в числе тех, которые поставляют самое большое число в дурдом. Прямо с собрания идут. К нам приехал один, рассказывает, но где-то он из-под Ферганы, там горы. И вот этот дух начинал с ними разговаривать. И наконец откровение дает одно, другое. К вам сегодня придет такой-то и правда приходит. Ну он-то демон, он-то знает это все. И наконец он говорит, наступило время вознесения церкви. Вы же верите тысячелетним царствам? И вот Господь забирает вас и вся община отправилась в горы. А теперь друг от друга первый шагай и сразу уходит. Он шагает в пропасть, он летит один, маленько погибает, второй, третий. Одна девочка лет 12, она говорит, задом, 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 и пришла, через нее только нашли всех этих. Вся община погибла. В другом месте он все это мудрил, мудрил, потом зашел на каплю, зашел, постоял, ничего нету, расцветали яблони и груши и пошел. Я видел это все своими глазами, потому что я там у них был и проповедовал. Беснование. Самое правильное, еще раз повторяю, из сектантов нецерковных это баптисты. У них учения о Троице, какие они спокойные, как выходят, а эти всегда с микрофоном бегают там где-то на подиуме, они не могут стоять на месте, то пляшут, то прыгают, то падают, то валят друг друга. Это все показано, заснято. А то у нас некоторые еще боятся, когда снимаешь, они не боятся. Ну они делятся те, кто на сцене и те, кто в зале, и они стараются друг друга перещеголять в телодвижениях. Притом договариваются, обманывают. Татья, ты говори, больная-то, а я тебя исцеляю, а у нее ничего, он тут снимает, показано, ногу там трет, а ничего этого нет. Как Кашпировский, без обезболивания, операцию. Операция-то небольшая, там рана, щири, что ли, там разрезали. И потом эта женщина говорит, сколько он дал денег и как он просил, такую боль я испытывала, говорю, без обезболивания. Он никакой роли не играл, там кроме обмана. А то, что они вот показывают, исцеляют, сплошь и рядом, когда по голове вот так чпок, вот как, так вот чпок, прям, показывают. Постоянно они. И человек падает. А если который не падает, он ему еще второй раз вот так в добавку, а там дальше подхватывает человек пять. Но это не исцеление нормальное. Понимаешь, вы говорите об исцелении. Ну, сейчас они пишут там где-то, вот, мужская сила. А что значит мужская-то сила? Только блуд, больше ничего не имеет. Не то, что он теперь пойдет в шахту работать-то. Нет, конечно. Вот до этого приходил с работы, жена не нужна, а сейчас пришел домой, не может дождаться, когда я с работы вернусь, это на жену говорит. Ну, ну и правды говорит. Такого я не видал у него два до три раза. И что, на пятый раз помер. До утра не дожил. Сила-то куда ушла? Ну, старый человек, там, пожилой, с работы усталый. Ну, маленько-то думай. У человека все гармонично развивается. Вот у нас была знакомая, она, у меня интервью, кажется, в 12-м томе написано, Емщукова Ксения Ивановна. У нее муж был, он был, гвардеец, царская армия. А гвардеец, это два метра. Красавцы. Их отправили по договору во Франции. И революцию он не захватил. А вернулся, когда революция была, его поставили вот в Черемный сахарный завод. И вот тут поставили. А когда начали под гребелку-то вести, то его арестовали, Федор, с батью, ну и расстреляли. Он сказал только, ты не верь, это враги там засели, а они нас все это... Ну и правда, его взяли, расстреляли. А ее арестовали. Я не знаю, сколько ей лет было, 28 или что-то. Женщина в самой силе-то. Как арестовали, обыкновенная женская прекратилась. 10 лет была, и ни одного раза у нее, говорит, ничего не было. Понимаете? от страха, от питания прекратилась. 10 лет прошло, автомобиль вернулась домой, на следующий месяц мне говорят, опять все пошло. Готовая к зачатию. И поэтому, как говорят, природа, ну природу-то Бог создал. И так рассчитано, чтобы сила была на все. И не надо организм подстегивать. Но они могут там разные биотоками сделать часть энергии от головы, от сердца, отвезти на другой орган. Но надолго это... Да, не, конечно. Тебе положено на 3 вольт это. Ну ты оставь хоть один вольт для сердца-то. Никогда не верьте это, что вот они смогут сделать какие-то биотоки и там энергии. Энергия от чего бывает? Надо все время каждый день работать. Энергия от этого, от работы. Работать, не давая телу отдыхать, питайся нормально, мясное исключи, алкоголь, чтобы близко не было, больше на улице. У тебя будет здоровье. И никогда не бойся, что о тебе скажут. Не умирайте от страха. Не ревнуйте. Не-не-не-не-не. Родился, слышишь, все, тебе разницы нет, как про тебя говорят. А как только скажешь слово, запомирала сразу. Да я не такая, да я лучше, не такая лучше. Это у Бабтистов, это у Бабтистов, говорит, братья, как-то она все время жалуется на мужа. Он решил тогда два брата поговорить. Давайте сходим к этой, к Татьяне, посмотрим, что у нее там за муж-то где-то. Ну, он идет, она подошла, калитку-то открыла, а уже в вечернее время-то, и пошла. Она не видит, что муж не один, а с ним еще двое-то. Ходишь тут, ходи, открывай тебе. Она идет и до самого дома бурчит и бурчит. Ну, она привыкла так разговаривать. На крысо-то поднялась, обернулась, а эти собрания, это два руководящих брата ставят. О, братья, дорогие мои, ну, заходите, заходите. Она сразу говорит с баса на дисконт, и она говорит, ладно, ладно, сестра, ничего. И она про мужа забыла, она перед ними вот так вот вместе с хвостом и зад и спина вдвихляется. Ну, нельзя так. Мужа родного топчет, а перед братьями начала крутить. И братья-то умные какие. Пошли на месте, разберемся. Вот так. Никогда не верь. А то муж меня там гнет, давит, бьет и прочее. А как ты-то себя ведешь? Не ты ли дала повод? Я рассказывать, многие такие знают. А ее все жалеют, она в этом плывет. Придет, ну, как муж, что у тебя все пьет, да пьет, бедная. Как ты все несешь? Ох, Людмила ты, Людмила. Какая ты мученица. И сын у тебя такой, варвары и прочее. Ну, и прямо ты... Ну, однажды ее кто-то и сказал, а ты вот попробуй себя не жалеть. И запрети другим жалеть-то. И у нее сразу начало поворачиваться. И она увидела, она виновата. Она! Все в ней. И в следующий раз, когда сестры стали спрашивать, она говорит, сестры, сколько я греха наделал, отвечая вам неправильно на вопрос. Мне не жалеть надо. Она говорила, вовремя обличить. И у нее жизнь направилась, потом муж пришел, покаялся, обратился. И все. Она, главное, препятствие было, не бутылка. Мужики-то они глупые-глупые. Ведь если он с ним по-ласкому, так его, можно, говорит, на ниточке привезти. А начни ты, и он упрется, как бык корида. Его на канате не утащишь. Считай, печаль сатаны Мария Карелли. Она об этом и говорит. Мужики, они другого слова нет, как глупые или дураки. А дает жизнь, не знает за что. Причем написано. Нужно отдать. Ну что, давай. А то мы тут с тобой проговорим. Считай. Шестой стих. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не объяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Толкованием. Хотите ли знать, что языки без объяснения бесполезны? Пусть я, Павел, учитель ваш, говорю языками. И в этом случае не будет никакой пользы для слушателей, если я не изъясню чего-нибудь откровения. То есть, как обыкновенно говорят, получившие откровения от Бога. ибо и это также вид пророчества, когда в присутствии многих открываются помыслы каждого. Или познанием. То есть, как могут говорить имеющие знания и изъясняющие слушателям тайны Божьей. Или пророчеством. То есть, когда кто-нибудь ведет речь и о прошедшем, и о настоящем, и о будущем. Ибо пророчество обширнее, чем откровение. Или учение. То есть, в виде учительского слова, когда бывает речь о добродетели, когда бывает речь то о добродетели, то о догматах. Ибо и учение бывает на пользу слушателям. Иные слова откровением понимают так. Говорит что-нибудь удобно понятное, ясное и наглядное. А по знаниям сказать такое, что может быть поздно. Седьмой стих. Нету ни у кого вопросов по этому по шестому. Почему кого нет на занятиях, они из собрания стараются уйти раньше или стоят в коридоре и не заходят. О чем это говорит? Это не где-то у нас. Потому что никаких откровений у нас нету, познаний для них, они все знают. Вот и все. Конец цитаты. Все знают, а мы как нищие духом постараемся больше и больше впитать себя. Хотя много того, что мы знаем, но история движется. И история нашей общины, нашей церкви движется. Вот мне очень интересно, что потеряет еще происходит. Жалко, что у них нету такого же всего. Смотрели бы сейчас их, вот было бы здорово. Ну а так только мы друг дружку смотрим. Интересно смотреть? Себя увидишь. Я думаю, все это опять упирается в одно. Вожжу в Дух Святой огонь в сердце или нет. Если огонь есть, ему разницы никакой нету. Ни на обстановку не смотрит, ни на отношение к нему. Он горит огнем. Вот я назову такого человека. Людых Георгий Иннокентьевич. Полностью ослепший в шестилетнем возрасте. Было несчастье около Красноярска, Карадыск. Там он жил, на Иланке. Нес отцу обед, вода таяла. И когда пошел обратно, вода так поднялась, что выше этого настила. Ты его смыла и унесла и там его поймали где-то. И он ослеп. У него вообще нету глаз. Никак. Какой он был любознательный. Он услышал только один раз пленка проигрывалась где я разговариваю с отцом Дмитрием Дудко. А это кто говорит? Ему сказали Дмитрий Дудко. А это кто? Ну сказали Игнатий Лапкин из Барнаула. говорит так он прав, а то священник не прав. Так я хочу к нему съездить. Слепой. Но она его привезла сюда. На вторую строительную. Он приезжал ко мне после этого еще два раза в Барнаул. Один. Вообрази. Но в разговоре с ним я упомянул отца Геннадия Фаста. И что ты думаешь? Он тут же смотался в город Енисейск. Принимаешь? Что бы я ни начал говорить он все знает. Я жития святых начитывал маленько знаю. Но я не знаю какого числа он знает числа 1173 биографии. Я на службе стою только что слышу. А он стоит службу ведет руководитель службы. Все сам. переплетчик печник совершенно нет зрения. На магнитопон какие надо было ящики деревянные сделать он сделал как раз. Ну и я к нему съездил в гости. Вот он начинает говорить что-то. А знаете а вот на издании Сарковно Славянске 1835 году это правда было это при Лисоветинске еще. Там вот это место написано не так. Достаньте я достаю считаю действительно так. Я начинаю считать какую-то поэму стихотворение нация там поэму христианка знаете она мне есть. И тут же он читает поэма странице четыре иуда я начинаю говорить о Пете я никак не думал что он Григория на рекахи знает он его знает я говорю а как вы знаете а у меня не было ни одной беседы в городе Красноярске он жил когда приезжали там общество знания чтобы я на нем не присутствовал он сидел и все запоминал это внутренняя у тебя ревность ни глаза ни препятствий ничего нет он все время размолачивал и размолачивал мозги отец Геннадий говорит я не определил границ его знания да хотя Геннадий не Игнатий я довольствовался тем что от него услышал а тот его как бы пробовал у него наибра он считает пупыряками написан для слепых а то и когда он сразу кверх ногами что-то развергнул у него ревность такая во всем была и фамилия лютых я знаком с такими людьми был близко и понимаю причина нет огня его нету и там ничего и нету ему разницы нет какое общество попадет а если огонь у тебя есть где ты не важно в больнице ты будешь в тюрьме в армии ты везде будешь гореть огнем вот вижу парень на коляске везут это из армии привезли он вот так вот сидит перешибли ему спину и все он не помнит он помнит что его спросили а дальше не помнит провал но он уже задели его вызвали врачей скорую помощь и сейчас это дедовщина называется все перешибли но других допрашивали военные комендатуру это прокуратура наконец начали говорить у них воинское части 4 месяца живет человек который находится во всесоюзном розыске не в армию ничего пришел оделся в форму ни один солдат не поинтересовался откуда прислали и он там доказывает все это как старичок какой старике это второй год службы где-то и он там их избивает они ему стирают свое масло отдают и он его зауродовал на всю жизнь парня и когда пришли и спрашивают командира ну ты знал что у тебя на довольстве другой человек которого нигде нет и никто не считает да какая же армия которая себя уничтожает и зачем она нужна ты посмотри когда бывают какие-то там чеченцы или кто в армии два-три человека они попробуй троню одного они все как один встают а у нас нет каждый прячется да я не знаю куда они засыпаются там может быть и не еврей а может быть цыган а у них не спрашивайте а мусульманин пришли они в первую очередь перезнакомились тут было где часть-то воинская 15 человек а русских-то там полторы тысячи ну они на них они мгновенно похватали оружие забаррикадировались и пока из Чечни не приехали депутаты их не разблокировали никто не подойдет мы все умрем и в плен-то совсем мало берут а только оглушенного если они не сдаются вот и все ты маленько так приглядись как люди живут за ними будущее это нация русская жившая в себе правильно отец Дмитрий Смирнов говорит они ближе ко Христу чем наши православные тамолейко еще это услышал себе приложил не страдай за свой народ только за то что не верит за это а что исчезающие платить им надо там как называют они родильные деньги чтобы родили декретные декретные материнский капитал дети рождаются не от денег а от любви а там Мутарханова то говорила ничего не сделать почему у нее нету никакого вышла замуж у тебя какой лозунг нету а женщина мусульманская знает у нее первый лозунг подарю Аллаху 5 сыновей а у нее 4 дочери родились неважно я снова начинаю 5 сыновей должна родить у нее 9 дочерей ну там 2 закон 7 сыновей как у евреев 7 дочерей сына нет иметь право развестись стране нужны солдаты оставаться с детьми я буду кормить и поить мне нужна та от которой родятся сыновья а у нас никто не спрашивает вижу прошу астарасий выходит и 12 невест а он один еще еще тут непонятно так еще пока вырасти так и этого не будет не дай бог конечно вот я сейчас слушал последнюю проповедь патриарха в субботу была и хочу сказать что камень преткновения сейчас это защита родины говорит об апостоле Павле говорит как нам заповедовал апостол Павел надо защищать свою родину любить там законы христовые и так далее откуда про защиту родины в детстве что сказано ничего нету все только на одном как угодить этой власти и ну решили уже что самое любимое для всех это защищать родину конечно где мы родились и теперь все проповеди на защиту этой родины идут и миссионерство я так понял откатится в ту же самую яму все опять 9 мая будут везде где только кто там павший день танка 34 день потом Калашникова и так далее и тому подобное все прославляется везде вооружение вооружение все оружие все эти сейчас опять Юрий Долгорукий этой булавы все опять освещается ракетных войск это Варвара покровительница святая великомученица Варвара покровительница ракетных войск ничего не будет вот сидит Димитрий Смирнов известный батюшка и вот он сидит вот так вот вот так ну такое место примерно занимает ну вот я повесил фотоаппар он так и будет а у него крест лежит глядишь у него как будто здесь котел какой-то он по полсторону он опять подправит его маленько погодя по полсторону он не может лежать на месте потому что у него пузырь здесь такой и вот он выступает ну что это такое всяким сектантом да нужно громить их там это мразь это он говорит и все это крупными буквами ну жалуйтесь что жалуйтесь да соберитесь народ чтоб земля горела под ногами это президенту пишите жалуйтесь ему президенту 40 минут и он подписал бы указ чтобы ни одного нашей русской земли не было и показывает это все он говорит и говорит и вот так вот кулака а потом они убирают надпись это и ускорили он сидит вот так вот такое выражение лица сохранили и дальше он трясется и вот так и называется подстрекатель а потом идут крупными буквами идут надписи статья такая это уголовного кодиста разжигающая религиозную столько-то столько-то ненависть дальше то-то такое все законы выставляют ведь это же уголовник это уголовник самый настоящий его сегодня под суд надо было он не сегодня в тот день когда он сказал выставили в интернет а я тут же выставил тоже свое им написал карфагенский собор 318 год правило 77 середиками обращайтесь кротко не откроет ли им Бог путь истины везде я ничего не сказал не положительно просто написал собор какой это наша книга правил повторяю карфагенский 318 год 77 правило он что не считал а он сидит только одной видишь крест пополз у него опять как будто бы у него здесь огромный футбольный мяч и он пытается на нем водрузить надо быть каким-то эквилибристом чтобы крест он не может лежать на пузыре а так как он говорит маленько трясется еще от злобы и у него все ползет опять крест подправлен ну маленько гляньте что вы делаете вы на себя гляньте а вот самая большая секта православная нечего разговаривать надо идти громить их он вызвал ненависть миллионов людей на православие остатки понимаешь вот смотришь выкатились от жира глаза их и как они выглядят ужас один с такими физиономиями даже близко бы не подошел к интернету а люди сразу смотри разжиревший поров сидит и что он тут хрюкает все сектанты какие есть они все высказываются дальше идет только и они говорят ты их вызвал на этот они об этом не говорили он не сказал смотрите как сектанты захватили все а мы сидим нам надо поучиться у них как они делают какие они заботливые о своих пастве а здесь нет народ наш тупой во грехах ты родился весь и нас и нас и нас и вот так это сегодня сейчас сегодня 21 декабря 14 года это прямо сегодня выставлено я перетащил на свой интернет там смирнов и в это посмотрите сами мы еще раз батюшкой смотрели даже не верится ну выставлено все заголовок подстрекатель почему а люди людям там много не надо то напьются да и пошли там председатель сельсовета у него в деревне завелись баптисты и он что взял пистолет пришел на собрание и там часа два держал в страхе всех стрелял в потолок пока милиция не приехала что он расправляется с ними вот и все а на чей стороне люди то понимают да это совсем дурной народ к чему они помешали то работают хорошие труженики нормальные семьи в религии то разбираться то закон то не разбирается для него разницы нет хоть мормоны хоть баптисты хоть католики это государство не теократическое нарушение закона с конституцией гарант конституции обязан арестовать его и посадить был сразу же в этот день то есть он натравливает людей друг против друга я согласен что сектант это не православное а вы их все время хвалите я не веру хвалю феодосий говорил веру я веру их не хвалю они не в церкви но они хорошие они нам могут послужить примером во многом там хорошие книги выпускают если бы хотя бы раз к нам приходил баптист сюда и беседовал тут с нами он бы приподнялась у нас бы духовная жизнь очень сильно а если члена община больше стало а если бы еще несколько приходило все бы пересмотрели не пойдут но не идут у нас наша прихожанка одна так открывай глаза будешь везде с закрытой воглаз толкни в бок ужасен сколько усилий тратишь на то чтобы доказать что не сплю а лучше глаза не закрывай не спи то свет мешает то еще что-то начинают не с любовью принимайте слова когда говорю огня то нету там чуть-чуть головешка дымится какая-то и жалуйтесь грех попутал у нас конкретно Алифтина ну а муж баптист ну приглашаем его на занятия это не идет же но зато вопросы задают только договори так чтобы ты у нас выступил сколько полчаса а я приду у вас могу выступить или вот брат сходит любой Володя пойдет кто-то с удовольствием не хотят у нас Люба Любовь Николаевна Потеева она из адвентистов пришла и она знает там у них Линк фамилия его и она отнесла от нас приглашение чтобы он пришел и у нас проповедовал а я приду у них он согласился но не пришел и при том это не в одном месте это было с баптистами новосибирск они на другом уровне на уровне физиологии они боятся потому что если они честные они понимают толкования у них нету вот у меня они сидят сектанты и толкуют а другой сидит рядом слушает нет брат Николай это у нас не так понимают что не так я не знаю не так а третий говорит да нет его оба неправильно вот как надо они здесь трое у меня в гостях и все уже по разному а я тебе сказал ты неправильно толкуешь ты сразу руки в глаза и задремал почему а ты знаешь что ты неправ все поплыл а у них то не так они на своем стоит прежде чем вот эти слова сказать я должен был это читать конспектировать запоминать это очень полезно говори давай седьмой стих и бездушные вещи издающие звук свирели или гусли если не производят раздельных тонов как распознать то что играет на свирели или на гуслях толкование и что говорит я говорю что у нас неясное бесполезно а ясное полезно если у бездушных орудий звуки не будут производить раздельных тонов то есть ясных но все будет смешано то нельзя ни распознать того что играют ни получить удовольствия и радости восьмой стих если труба будет издавать неопределенный звук кто станет готовиться к сражению толкование от вещей не необходимых перешел к необходимейшим упомянул о трубе и говорит что и от нее бывают стройные звуки одни приготовляющие к войне а другие отвлекающие от войны если она будет издавать неясный неопределенный звук то войны не будут готовы и что польза от неясного звука ну и девятый сейчас так если и вы языком произносите невразумительные слова то как узнают что вы говорите вы будете говорить на ветер толкование дабы не сказали какое к нам отношение имеет пример свирели или трубы говорит если и вы даром языков не будете произносить слов вразумительных то есть ясных то вы говорите напрасно и на ветер потому что никто не понимает ибо вся сила в том чтобы дар был полезен для чего же он подавался павел для того чтобы находил пользу один только получивший его если же он желал быть полезным и для других то должен был или молиться богу и через чистую жизнь получить дар истолкования или обратиться к тому кто может изъяснять павел для того говорит это чтобы соединить их друг с другом и чтобы они не считали себя достаточными для самих себя но принимали к себе тех которые могут и истолковать ибо тогда дар будет полезнее вот аминь кто получил дар языков возгордился истолковать можно помолчить тогда надо искать чтобы мы друг другу пользу приносили но корень всем чтобы была польза надо так полагать что сегодняшние пятидесятники они пытались скопировать то что здесь написано но копирование получилось с точностью да наоборот за что не возьмись нету ничего евангельского и самое главное то что уже сказано что языки упразднятся и многие другие дары которые дарованы были господом для того чтобы люди обращались ко христу их просто нету не надо их уже а что нужно вышел сеять и сеять нужно определять людей по слову его а чтобы слово господнее было в человеке нужно кому-то сеять это слово то есть как бы получается с каждым человеком в тот период времени когда живешь ты или там другой человек нужно беседовать о Христе и выяснять готов он принять или нет и он сам должен даже выяснять вот чем дело чем мы пытаемся заниматься пытаемся вот вы когда начали все дома первый раз вам в руки попала евангелие вы можете вспомнить этот день примерно и вот и стала читать вот я вспоминаю я начал с матфея и сразу я не согласен был первое что было не согласен Авраам родил Исааха не может мужик мужика родить еще жить как-то и могут а родить не могут это первое что у меня возникло когда я стал считать а дальше сразу у меня пошли вопросы вопросы я заново пересчитываю заново непонятно где найти это только я его читаю еще не послание не деяние вопросы посыпались я и спрашиваю у тебя это было или не было или просто посчитала отложила и пошла на занятие вопросы которые тебя тревожат и когда ты узнала что вот вопросов там много а ответов нет и есть такая книга в которой ответы даны ты эту радость испытала в жизни или нет ну что простое я же простое спрашиваю я испытал я провожу картину как это было в городе Клайпеда Литовская ССР тогда была в доме старообрядцев без поповцев вот все перед глазами кто блажен афифилак встретился я вот только успевал строчил и строчил и строчил мы уходим из порта скоро успею или нет не успел и дальше у меня еще почти два года я искал по стране где только в Новосибирске нашел и в дальнейшем сам издам это вообще невиданное я когда в руки беру вчера один получил у меня в другом государстве слов не нахожу новый завет вот этот вот какой это никаких слов в языке нету чтобы выразить похвалу человек говорит я работаю моряком ухожу в море я с собой забираю теперь только и буду читать и смотреть и запоминать такое сокровище у тебя радости нету на разрешение вопросов нет тогда вот если ты тебя все равно то и тебя нет радости от того что появилось на земле вот такое издание которое лучше самого лучшего до нас бывшего по восьми параметрам я их показываю каким шрифтом как выделяется как раскрашенное вот брат как раз принимал участие в раскрашивании я тоже раскрашивал но мое все забраковали признали первую картинку не вот вытащили с рыбами стоит петр там я это игнотих разукрашивал у него он любит очень синий цвет у него такое печенье ночью все это поймали море 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 я так и сделал да именно так и рыба вся такая блестящая все синее это психиатрическая больница говорят мужчина рисует подошел этот говорит а что ты нарисовал он говорит корова на лугу ест траву корова на лугу интересно ну-ка давай-ка еще раз посмотрел разграсываю 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 дюбдарем просто чудо нарисовал как хорошо не пойдущий дай слово у меня когда началось первое прочтение евангелие от матфея я начала с матфея и у меня не рождалось сразу вопросов но когда вообще я ничего не понимала что я читаю но вдруг я дошла до 9 главы и там кровоточивый и когда я прочитала слова дерзай тщерь вера твоя спасла тебя и у меня не вопрос тогда возник а огромный пилив большой любви и я расплакалась за столом это была ночь я читала ночью я так расплакалась я долго плакала вот у меня такая любовь возникла вот а к чему а потому что Христос меня назвал тщерь держает тщерь и я поняла я внутри себя как-то прочувствовала что это ко мне обращение и я расплакалась и только потом когда я проплатывалась у меня возник вопрос а что такое дерзай и какая вера меня спасла какая я же еще ничего ничего не знала вот такое было у меня чувство первое а у меня было первое чувство я начал Светхого завета читать как ни странно я искал место писания где Иуда повесился но я же не знал что есть Ветхий Новый Завет взял Ветхий Завет ну и начал вначале сотворил Бог небо и землю земля жила безвинно и пуста и тьма над бездной и Дух Божий носился над водой я читал и думал ну когда же я встречу все это место писания но не встречал и вдруг открывается передо и все дальше и дальше как так здесь написано все про евреев я начал наводить справки везде а о евреях так кажется мало что известно даже очень мало и тут как раз исторические события произошли про евреев началось очень много открываться что евреи это были руководители государства первые и Ленин имел еврейские корни и там как начало все открываться а тут я еще читаю Библию и когда я дошел и увидел что Иисус Христос то тоже наполовину еврей для меня очень много открылось тогда просто невероятно что люди смогли запечатать такую такую необыкновенно поучительную книгу и главное она говорила о евреях и евреи являлись первыми руководителями в этой стране ну при революционерах странно вообще это очень было для меня но это дало дальше мне участвовать в строительстве души своей что там помянул ты про Иуду а у кого было такое желание узнать вот Иуда наложил на себя руки а в Библии еще говорится о самоубийцах кто знает поднимите кто быстро хотел сказать ну Давида еще Давида Давида советник забыл как его ахитофел пошел еще кто самоубийством закончил жизнь ну Саул можно сказать Саул и вопрос стоит почему никто самоубийц не отговаривал чтобы не совершали это как сейчас специально работает психологи почему в Библии этого нету решил он закончить жизнь он имел полную свободу а втаназии мы никто не делал он сам подводил черту нигде этого нет чтобы кто-то его уговаривал да кто знал Иуда где повеситься нет ахитофел сделал завещание уже понимали он прощается со всеми и дальше он бесит Саул прямо при оруженосии просит его зарезать нет он падает на меч видно что можно было предохранить и царя спасти почему а еще самый первый царь Авимилех тоже Малимилеха ему голову проломили у него попытки не было на соубийце он попросил убить его ну да но его же убили его женщина жернов сбросила ну а оруженосец его добил он попросил что он убил но сам себя не убил вот сейчас вышел такой маленький фильм и мне скинули его и говорят ну вот рассудите правильно делает или нет геноцид армянского народа турки решили уничтожить полностью все мать сидит с ребенком ребенок зарезанный мать лежит по порядку и захватили в плен царису царя то убили и она царица она несет на руках сына ну сколько ему там сына там года два или что-то а который старший его взяли и он уже челму надел и все они из них делают врагов христианство и чтобы убивать и вот она стоит на допросе на руках держит сына и он ее допрашивает этот их царь там как Дарий сказать там уже уходоносор а она этого ребенка держит вот ты покорись вот прими там ну и проще все а она нет что мусульманами мы не будем мы на Христа надеемся ребенка взять и сжечь его она ребенка кладет они к нему а он мертвый чтобы он не достался им в плен она сама его зарезала мать и теперь спрашивает она правильно или неправильно сделал-то я не хочу чтобы он был антихристом а теперь он царствий небес он невинный мученик ну а дальше то она обращается к сыну и говорит ты кто такой теперь-то ну а их тут же всех и сын встал а он тогда дает ему меч и вот иди рядом тут стоит мать его мать и зарежь он бросает эту саблю и к ней становится их всех сжигает тут же костер горит и вот вопрос такой правильно или неправильно поступила мать Бог знает вы что ответите неправильно не убей написано в первую очередь на 100% она не уверена кем он будет он там пока вырастет он может как Моисей услышать и обратиться к своему Моисею это ну шансов что он откажется от параонов мест а теперь оказалось на 100% он перешел на свой народ и заступился и убил стражника то есть она перехватилась здесь я так и ответил вот это интересно что никто самоубийц не отговаривал и никогда не было знаете да он больной это болезнь винопитие это болезнь никогда в мире пьянство не считалось болезнью это считалось пороком и злой наклонности имеет человек и его убивают пьяниц и сарсия божия не наследует и все мусульман ему сразу голову режут и на этом конец у евреев сильно это было вот еще помните вторая маковейская когда обманули их заманили сейчас кто-то герой у них и окружили его там много десятков человек он отбивался от них ему вспороли живот и он на краю скалы добежал до края скалы вырвал внутренности свои характери сделал бросил преследователей и со словами словословия богу иеговию бросился со скалы вниз ну другое как Александр Матросов хоть и не так было под слона слон это крепость вооруженная он с пикой коротко заскочил в живот к слону проколол живот и слон рухнул и там воинов сколько 20 было стрелки-то сверху стреляют они большое поражение делают ну и погиб сам но одно дело он под слоном он мог и вырваться оттуда любовь к отечеству а когда убил себя в житиях одобряется вот такая-то такая-то пришли ее арестовывать арестовывает она девушка невинная ее берут воинам отдают насильники они над ней изгаляются и она сказала я маленько не прибралась где-то на этаж на свой туда разрешили и она побежала туда открыла окно бросилась на землю и разбилась и об этом златоуст говорит проповедь похвальное слово златоуст одобряет но это говорил ли златоуст тем более это кажется в споре приписываем златоусту но никак нельзя этого делать никак самоубийство самый страшный грех на земле в котором нет пока в любом грехе есть покаяние в этом нет ну и считая хула на духа святого здесь он лишен возможности раскаяться вот это все считаешь и себе это копи в голове считай дальше вас зарядить маленько на что молиться мы же нынче не закончили путешествие из-за поломки машины и весь груз наш остался в Калужской области и уже попытки мы делаем вот этот брат тоже попытки делал какие-то там Михаил Батогин но пока ничего не почти все стоит на месте но стоит-то на месте это еще надо сто городов посетить городов и сел это значит ехать туда надо ну вам понятно Калуж что область где там Смоленщина повыше маленькая вот это ну лежат книги запечатанные там в контейнеры надо работать надо ехать положительное самое правильное у нас все есть и машина и все составлять команду и снова туда ехать нас вынудили приехать раньше времени на полтора месяца поломка машины серьезная мотор но я уже не еду вот в чем суть-то вся если бы я ехал туда я бы разговаривать не стал я бы сбил команду кто-то взял бы на себя и позаботился ехать как только просохло так можно и ехать в мае уже надо выезжать а на сколько ну на два месяца минимум на два месяца у нас наработки документы все дадим и книги там и как раскладывать конечно если бы поехал Витя то это бы здорово было Витя все знает Николай все знает ездил кто с нами он раскладывал Сергей знает ты не раскладывал книги ты раскладывал ну тем более здесь мы раскладываем вот помолитесь чтобы Господь дал ответ я пока не вижу другого никого не могут найти Сергей объявил по интернету никого нету никого я не знал будет или не будет но думал что найдутся волонтеры никого нету люди как на один день какой это работник на один день два дня там никак там надо загружаем 25 экземпляров 20 и выезжаем на неделю неделю через неделю приезжаем перегрузка помылись и опять уезжаем 20 стало 100 100 посетить надо услышали помогите помолитесь чтобы Господь указал но я уже не еду это определенно я просил просил об этом я уже не хочу ехать то есть я не гоню я сделал все что мог ну и так понятно это не 2 часа не 3 у меня позвоночник операция нельзя не знаю как я сумел 117 тысяч километров проехал это же не едва это считай 3 раза вокруг земного шара по экватору у вас были сколько раз вот так куда ни ки везде были чтобы сам Бог ответил как я не жалею ни о пропащем ничего почему я Богу это все посвятил а если там кто-то нападет и там сейчас контейнер там сожжет у меня никакой заботы об этом нет почему это не мое уже это Божье я сказал кто будет там заниматься тамошние люди 10 экземпляров они распространяют один берут себе это 20 тысяч 100 рублей вот это почему из Министерства культуры то ответ был тот Михаил послать не послать это тоже кажется спрашивал Михаил я так говорю это не поможет ну хороший документ дали документ министерства все-таки теперь они ничего не могут сказать на книге они то экстремистки Михаил то с ними разговаривал он не то экстремистки сначала брякнут а потом назад и главное препятствие это попы лютые волки и они не понимают это что ответ Министерства культуры для них это ничего не значит они приговоренные даже на краю пропасти они друг друга грызут и убивают и это надо принять как данность данность благодаря Бога за все и вот через это эти препятствия надо прорваться сделать ну из тех кто здесь есть кто хотел бы мог поехать один есть второй видите как если Володя едет туда ну нужно чтобы поехал туда шофер теперь нужно найти шофера Володя в лагере понимаете Володю нельзя трогать он все я даже остаюсь еще из меня он и готовит он и огородит и копает и все делают с ребятишками ты заблокирован теперь как на лагерь на детей надо просить у Бога и потеряешь их никого нельзя брать потому что корову хозяйство это не два дня на один день могут еще на неделю на неделю там уезжали там их и так мало потеряешь там их и так мало братьев их нельзя трогать на такой промежутке мало но Витя-то ездил все время ну Витя не обременен хозяйством ну зачем все это мы знаем что он ездил ну он и поедет ездил два раза в дальние зарубежья Витя это вообще в этом вопросе сильный здоровый все это тащит и делает и где-то может везти за рулем сидит Сергея я отказываю за рулем сидеть в общем дело мне нужно чтобы хороший был шофер если бы помолились все за Николая Крущину я боюсь даже говорить Николай ну и как помощник если второй еще вариант второй вам это Витя Вадим Вадим не поедет и Вадиму я тоже отказал они дорогой с Игорем мне такой форт выкинули когда сядем уедем на поезде для меня этого достаточно уже у меня доверия нету мне могут это я беспощаден должен быть в данном вопросе один раз где у меня гарантия что он второй раз это не выкинет то есть отмахнули и все меня с машиной с грузом бросают возле до Востока и поехали вообще даже сказать нельзя а как вы смотрите на Андрея какого ну с нами сейчас ездил он очень хороший водитель какой на Андрюша да головач его только вырвать отсюда надо согласен но если только он обещал то его надо сразу же где-то связывать и держать законсервированные как сели он уехал тогда успокоится он отдельно не может отдельно он сразу поехал и как будто никогда ничего не было он меня подводил несколько раз подводил но подводил так что я вижу что за человек он не причащается сколько времени стоит за дверями оглашенные это все отрицательно надо что наши братья ехали полноценное мы когда возвращались домой мы с ним об этом разговаривали мы с ним хорошо руководитель должен быть очень растудительный Николай Кручин я даже боюсь с кем подходить мы видишь в прошлом году проделали невероятное консульство английское насколько было в Великобритании трудно мы все эти этажи прошли и в Москве и везде сейчас ничего этого нету только внутри России это намного легче ну примерно сказать когда до Владивостока если так образно сказать ехать сразу Баренцево море к Вурманску и пройти севером третье это я бы поехал но я никак не хочу ехать никак я приехал тут месяца полтора даже не месяц ходил как на колотушке у меня ни ноги не чувствует себя ничего я не могу отойти никак Я хожу как деревянный лес по состоянию здоровья вы не можете а то вы не хотите а здоровье вы бы хотели ехать но не можете мы же это понимаем так по делу говорили по делу по делу по делу по делу это нужен человек который с ревностью будет делать то что есть нам не надо нынче нанимать туда машину которую везет все находится там пустую машину туда гонят загружается и сразу уходят на север но шофер должен быть высочайшего класса как у Николая Кручина он знает где именно сломано что снабдить на дорогу денег у нас никогда насчет финансов вопрос даже не стоял никогда сдумали купить машину новая машина газель сразу приобрели видите если в этих вопросах меня взять я просто авантюрист иду на такие дела живьем меня сажают но Бог дает кредиторы все терпится главная главное дело остальное на втором месте молите чтобы кто-то появился может новый человек появится знающий машину я плохо знаю вот этого у нас Сергей приходит Новиков или как назвать Буйнов у него Буйнов фамилия Буйнов ну и как ты думаешь если бы он был хороший шофер за ним никаких замечаний нет только что крещеный лишнего веса там нет сегодня его нет кстати говоря что-то у него он что-то болеет но это не годится там человек должен быть со стопроцентным здоровьем у него давление где-то представьте мы едем останавливаемся с трассы сойти ночевать мы кое-как находим место остановимся дождь хлещет как приготовить в какое время отъехать у нас опыт у нас очень большой опыт от Владивостока до Лиссабона прошли ясное дело что мы не в кустах сидели только как говорить сколько времени потратить у нас все это было мы в день в среднем 4-5 мест посещали Сережа я бы тебя взял только как хозяина собаки собаку надо брать с собой если один у нас находится так что-то мы нужны тебе Ирина она еще не уходит она еще не уходит так в общем услышали да да Господь давно уже услышал Сережа свою машину год как водит у него другой стал уже и с этим делил Михаил что-то хотел давай давай задавай задавай что хочешь так ну что у вас Михаил вопрос Михаил вопрос задает это Игорь сказал что Иисус Христос наполовину еврей я вас хотел уточнить у него почему наполовину еврей почему наполовину еврей почему ты так утверждаешь да я не утверждаю хочешь пускай будет евреем но он же Бога человек Бога человек поэтому я просто говорю как полуина еврей по другому нельзя сказать полуеврей то получается полу человек полу Бог этот имел ввиду да нет я не это имел ввиду такими выражениями церковь не апеллирует не апеллирует и вы перестаньте это придумать полу полу он полностью Бог и полностью человек аминь а на полу значит половина хананиянина половина а если полностью человек значит полностью еврей но он не полностью еврей Он же нечистокровный еврей, значит, какая-то там у него... Ну это знаешь уже... Тихо. Так, а почти. Не надо было рассуждать вообще об этом. Не надо. Просто я сказал, и все должны были знать, о чем идет речь. А сейчас зашли в такие дебри, полу-полу. Он Бог, и он человек. Но, если мы сейчас будем говорить только об еврейской нации, тогда куда язычников девать? Нет, куда мавитянку руфь девать тогда? Да, и мавитянку руфь. А вот прямо в родословной стою. Ну я говорю язычников. Вовозу куда девать? Исея. Дедушка-то... Раф. Дедушка-то у Давида-то был, бабка-то была язычница. Раф тоже же. Да. Я поняла, он рассказывал о себе, когда он еще не был верующим. Когда в руки у него попало... Он Библию взял, и он стал читать. Я-то поняла, он не сказал же это всерьез-то, что полу-игрей. Я в полном серьезе сказал... В полу-игрей. Ну конечно, но вы не поняли вообще. Это вообще странно даже. Так, правильно, неправильно я понял, что ты, знаешь, сказал так. Когда сказали, что у нас на Ютубе там то другое, А ты сказал, да что это Ютуб-то? Вот надо идти ногами своими. Я правильно расслышал? А, нет, не об этом речь шла. Шла речь, Виктор Андреевич сказал, что выше этого нет ничего, чем вот проповедовать в интернете. Я говорю, а я ему сказал, я говорю, а глаза в глаза проповедовать намного выше, прям с человеком стоять рядом. Тут сказать так не выше, а шире. Шире, да, да. Шире. Представьте, я не могу пойти, не могу. Но я все время рассылаю людям массовое Евангелие. Каждый день на тысячу домов. И при том, те, которые желают, приходят. Что сравнивать-то? Это охват-то какой? Посещение только на Ютубе 560 тысяч. Это за полмиллиона. Я забыл, где-то показывали, на какой-то системе у нас там полтора миллиона посещений. Там еще где-то нас берут в контактах или где. Так люди-то с другими делятся. И ты посмотри, которые обращаются, получают книги, то у них полностью меняется жизнь. Совершенно. Ну, это я все копирую себе, как приходят люди. Вот сейчас только уже, вот сегодня 21-го. Сегодня в Америке должен быть наш груз, у этого Уша Повалова. Сегодня. Даже прилететь. Видимо, ТАСС. Он вышел вчера и говорит, я жду. Книги уже получили в Оренбурге. Теща его сына. Ну, а дальше мы, меня выделить еврея, мы еще встретимся. На четыре встречи было. Очень хорошая встреча. Видите, ну, это редко встречается сейчас, что Баптист. Он так серьезно разбирал, спрашивал, такие вопросы задавал. Я его не знал. А сейчас как будто трудно поверить, что я его не знал. Настолько серьезный, выдержанный, начитанный. Это Бог так делает. Во сколько у вас заканчивается? У нас 10 минут осталось. Осталось 10 минут, да. Мы еще читаем. Насчитаем еще. Действительно. Десятый стих. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Толкованием. То есть, сколько наречий появилось в мире скиска, индийская, фракийская и иных народов, и все племена говорят что-нибудь. Ибо они не без языка. Одиннадцатый стих. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Толкованием. Если я не буду разуметь значения слов, то говорящий покажется мне чужестранцем. То есть, говорящий непонятное. Подобным покажусь и я ему. Не по худости слов, но по нашему непониманию. Двенадцатый стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Толкование. Некоторые после слов так и вы ставят точку и объясняют. Так и вы, говорящие языками непонятное. Кажетесь слушателям чужестранцами. Потом снова начинают и читают. Ревнуя о дарах духовных. Но святой Иоанн Златоуст читает без разделения. Как бы так. Так и вы, ревнуя о дарах духовных. Поскольку, говорит, вы ревнуете о дарах духовных, то и я желаю этого и принимаю это, как и прежде сказал. Только вы старайтесь обогатиться ими к назиданию, то есть к пользе церкви. Ибо я не только не препятствую вам говорить языками, но желаю, чтобы вы обогатились этим даром, лишь бы только употребляли его на пользу общую. 13 стих. Относительно даров. Ну, петь хорошо, это дар? Да. А вы знаете какого-нибудь человека, который не мог петь и читать не мог? Но все это получил благодаря тому, что над ним смеялись и его подставляли над ним. И он получил такой дар, что стал превышать всех часов и всех плюсов. Роман «Сладкоперец». Роман «Сладкоперец». Причем «Сладкоперец». Ну, как было рассказывать? Сладкоперец. А он был чтец какой-то ниши, сан у него был в церкви православной. А какой век это сейчас? По-моему, седьмой век это был. Ну, неважно. Ну и что дальше? Ну и пытался он научиться и читать, и петь. Ну, а другие превышали его этими талантами своими. И в конечном итоге получал насмешки он, большие причем. И начал молиться Господу. И там было явление, по-моему, Божьей Матери. Так больше ничего не говори. Совсем не по той тропе пошел. Говорим остановиться. Дело в том, что братья, зная его такой недостаток, они решили его подставить. И вот когда пришло время, приехал там епископ, чуть ли не царь, и они ему сказали, ты будешь считать. Дали ему считать. А все знают, как он сейчас оскоромится-то. Он возьмет, пык и мык, а надо послушание нести. Он взял, взял, стоит, буху-то не знает ничего нету. И вдруг, как светом полыхнуло у него, он прочитал и запел. Запел так, что содрогнуло все. И все, которые над ним-то смеялись своими дарами-то, кищились, они вот так вниз головой. И все, с сегодняшнего дня ни один рта не раскрывал. И он вошел песнопениями в историю церкви. Насмешка. Иногда насмешка издеваются, нас поносят. Вот как раз это бывает побуждением того, чтобы мы смирились перед Богом и сказали, да я так. Ну, вы знаете, как у одной, у Финана и две жены было. Анна и Финана? Да. А у Анны-то дети не рождались. Но не рождаются. А муж-то, а Анна любит больше. И что интересно, а муж-то больше ее любит, значит, он чаще и спит с ней? А ничего, пусто. А она и поносила ее, и говорила, а муж-то, а что ты плачешь? Она говорит, детей-то нет, Анна. Ну, ну, неужели тебе мало, что я люблю тебя? Да я для тебя, как муж-то, неужели меньше, чем семь сыновей для тебя, значит? Знаете, как у меня? Десять. Десять. Десять сыновей. Ну, и дальше что получилось? Она еще, мало того, еще получила упрек от первосвященника. Она пришла перед Богом. Да, да, да. А он подошел с первосвященника, увидел ее, говорит, иди проспись от вина пьяная, это пришло, а что ты тут даже... Мучишь? Она говорит, нет, я говорю перед Богом, от великой скорби. И он сразу ей дал пророченский иди, получишь. И получился-то. Кто у нее? Она заранее, еще не родивши, превозмогая немощь в плоти, это, кажется, Григорий Богослов говорит, она уже сказала, кто родится, я тебе его посвящу, в жертву отдам тебе, то есть при церкви будет работать, не то, что там зарезать его. Это пророк Самуил. А дальше-то у нее как посыпались дети-то, как... Из друга изобилия. Вот, вот и все. А благодаря чему? Благодаря скорби, которая доставляла финана, у которой были дети, которая кичилась. А финана, никто сейчас и финана не называет. А мы же и улкана был. И поэтому, когда над нами смеются, а мы правильно это воспринимаем, а не обижаемся, как многое мы можем получить. А у нас только слово сказали, если выглядит это неположительно, ууу, как все взыгралось. А сам-то ты лучше, да ты с собой смотри, а ты-то такой-то, да про тебя то-то говорят. И стараются два слова в раз сказать, еще было, не было, 10 лет назад. Благодаряще Бога. Четырнадцатый стих. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Толкование. В древности некоторые вместе с даром языков получали дар молитвы и произносили слова персидские или римские, но ум не понимал того, что они говорили. Павел говорит, что дух мой, то есть дарование, движущий язык молится, а ум мой пребывает без плода, так как не разумеет ничего из произносимого. Смотри же, как он постепенно доказал, что говорящий только языком бесполезен и сам для себя. Так объясняет это место святой Иоанн. Некоторые же понимают так. «Если я говорю языком, но не объясняю, то дух мой, то есть душа моя, сама по себе получает пользу, а ум мой остается без плода, потому что не приносит пользы другим». Понимающие так это изречение, по моему мнению, побоялись заблуждениям Монтана, «Ибо он ввел такую ересь, что пророки решительно не понимали своих речей, но одержимые духом говорили нечто, а что говорили, того не разумели. Но это здесь неуместно, ибо апостол сказал это, то есть что не понимают своих слов не о пророках, но о говорящих языками, и из них не о всех, но о некоторых». Сектанты, они же еще к этому, 50-ники, добавляют то, что так как они теперь говорят языками, это значит точно дух святой посетил их. То есть у них же сейчас еще больше ересь, чем даже у Монтана у этого зашла. Тут хоть о пророках говорил, а тут каждый о себе мнет, вот в чем дело. И конечно из этого вылезти очень сложно. А теперь нелегко с нами встречаются, вернее с нами встречаясь, православные, они легко задают вопрос, «А как ты понял, что Духа Святого имеешь? Ну-ка расскажи ко мне». И конечно православный, который не знает как ответить, не знает Слово Божьего, не знает, что такое рождение от воды и Духа, не знает, что Христос спаситель его личный, очень сложно, вообще никак не отвечает. Ну и отсюда конечно сектанты пополняются все время своими вновь приходящими к ним адептами, как говорят. Ну я тоже с одним пятьдесятником разговаривал, я говорю, «На каком языке ты говоришь? На каком?» Он говорит, «Ну я-то не на каком еще не говорю, а вот у нас одна на английском, точно, точно». И ты прям слышал, слышал на английском. Я говорю, «Звони ей, я хочу с ней пообщаться». Он тут же ей звонит, она говорит, «Ты на английском языке, у тебя дар говорения?» Она говорит, «Нет у меня этого даруга». Он так вот, ты же молилась на английском, она говорит, «Я не на английском, я нет». И я так смотрю, он на меня, он обескураженный, я говорю, «Ну и что ты мне?» А тут доказывал, что у нас вот одна на английском. Там написано ангельскими языками, они говорят, «Это ангельские языки, а там написано лепещущими устами». Это вот у меня лепещу, я не знаю, они прилипляются к этим лепещущим-то. Михаил, давай. Женщина знает псалтырь, наизусть, но совершенно не понимает на церковном славянском смысла читаемого. То есть тоже она, получается, остается умом, это как бы бесплода. Бесплода. И вот в церкви тоже вот это, песнопение, стихиры, тропари, кондаки, там поют на церковном славянском языке, а большинство, в общем-то, людей практически не понимает, что поется и что говорится. «Ну я оскорблю». На канонах там эти песни поются. Бесплода, да. А каноны поются вообще люди, даже это скучно становится людям, они не понимают, что за песня, смысл этого читаемого не понимают. Это тоже же получается, что мы бесплода остроимся, ум наш. Что за молитва такая? Ну вот есть о чем молить и проповедовать. Можно немножко добавлю? Где-то я или читал, или видел видеоролик, не помню сейчас, бывший 50-ник, он потом то ли баптистом ушел, что ли вроде, он рассказывал себе, как он понял, что у него вот это, его объяснение именно не от Бога. Он говорит, начал этому духу задавать вопросы, кто ты, как тебе имя? И он так мне не ответил, говорит. И постепенно вот это сомнение, что на самом деле от Бога ли у него этот дух. И он понял, что это не от Бога, что это сатана на ним посмеется. Я точно там не помню эти все, как в точности все он описывает, но он хорошо рассказывает. То есть он начал от своему духу задавать эти вопросы. и через это вышел, что оказывается, это враг дух человеческий, а не от Бога это все. Еще вот я с пресвитером 50-ти этническим разговаривал, Олег там его звать, и когда мы договорились там, до того, посещение Господнее какое-то, и он когда узнал, что Господь меня не посещает каждый день, то есть Дух Святой не беседует со мною, но мы договорились, что беседовать, это значит прям в уши, вкладываются слова. Он говорит, а со мной Дух Святой каждый день беседует. То есть каждый день Дух Святой ему говорит прям на уши, он слышит слова. Что делать, как делать, правильно вот это все. Я говорю, а как же, ты как регламентируешься Словом Божьим? Ну Слово Божье, это оно Слово Божье, а тут я прям иду, мне прям слова, и я, конечно, буду исполнять их. То есть новые законы пишутся для такого человека каждый день. И они так и проповедуют тоже. То есть все новое. Они же говорят, уже не нужны будут учителя, а сам Дух Святой будет учить. По этим словам апостола Павла они так и говорят об этом. А что он имел в виду, когда это говорил апостол Павел? Что именно? Что Дух Святой вас уже не надо будет учить, это Евангелисиан пишет. Что? Евангелисиан. А, Евангелисиан. О нравственности. Не о догматах. О нравственности. Как правильно поступать в Новом Завете. Он Дух Святой всему этому научит. Надо что-то разбирать. Вера. А вера бывает такая. Вера, которая для спасения, вера чудотворения. А то, говорит, имейте веру с горчичное зерно и скажет извинься. Ну, что лежит вот телефон. Хоть и сейчас все замолимся, он с места не сдвинется. Уж не гора никакая. На гладком столе и телефон не поедет. Диктофон это. А? Диктофон это. Это мой диктофон. Он не поедет все равно. Ну да. И она не сдвинется, эта гора. Как одна бабушка научили ее, а у нее гора до самого вечера, только вечером открывает маленькая до солнца. Она говорит, да ты помолись. Но она стала молиться. молиться, Господи, убери эту гору, то и в огороде то не растет тень идет и все. А утром встала потихоньку, шторку открыла, а гора стоит на месте. А я и так и знала, никуда она не уйдет. Чертворное. Молитесь с этой верой. Короче, это надо ли? А эта вера чудотворения дается не каждому. Вот искушение спрашивает, как это? Не веди в искушение, а дальше Бог не искушается злым. А то от Бога искушение только болезнь и гонение. Все остальные от человеческой похоти. Человек, увлекаясь собственной похотью, впадает в это сребролюбием, красотой и по всем направлениям. Болезнь от Бога и гонение. Все. Вот святые это разложили по полочкам. Я в жизни своей неоднократно проверял. Это бывает иногда даже думаешь, ну это-то, как оно от Бога? Он болеет, он пьяный, сыроз печени-то. Ну и что сыроз-то печени? Он мог не заболеть, Бог и посылает ему в разумение. Искушение. Кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. Вот сейчас к этому и применим. Да, вы храм Божий, Господь говорит. Так вот помните братья Карамазовы, когда Смиродяков издевался над этим управляющим. И как раз он ему этот вопрос и задал. А почему, говорит, написано с горчичное зерно сдвинься, а вы не можете сдвинуть, верующий я, я верующий. Довел его до слез. Лидор, говорите сейчас, а я только хотел привести это, думаю, ну это долго рассказывать про это не буду. Я не стал. Но оно должно быть сказано. Он тут же перехватил, вот это уже телепатия настоящая. Ну и до телепалец до истины. Ну и очень интересно. Я просто дня его подумал, он от вас... Смотри, молодец, как она. конечно не сказали. Вопросов нету? Вот вопрос. У меня не вопрос. Ты закончил читать-то все? Нет еще? Да все уже. У нас время, все, половина. Я хочу сейчас напомнить, что мы сегодня вернулись назад. В самом деле, мы эту, эту 14-ю главу, мы прошли уже ее давно. Таня, если у тебя есть, посмотри, когда... Да почему? Мы же 16-ю. Да, мы даже... Нет, мы сейчас читали 14-ю. 14-ю сейчас. Мы сейчас проходили... 15-ю прошли, мы 16-ю. Да, но сегодня мы снова, и вы молчите. Я думаю, ну это... Мы, когда поехали на благовестие, у нас уже была 15-я глава пройдена. Ну мы к ней к тому добавили, будь здоров. Да, Добавили одну... И мы должны нам следующее занятие начать правильно уже. Уже второе колесо надо брать. Да, 16-ю главу начнем. Мы на 16-й главе должны были. Я не знаю, сколько прошли в прошлый раз. Виктор Андреевич нам оставлял, и тут закладки как-то переместились. Он, видать, закладывал и снилось. это за моя закладка. Благодарим тебя исполоть. А вон она лежит, книга-то связана с закладкой Виктора Андреевича. На 16-й главе? На 16-й главе. Закладку, смотрите. Это ты подсунул? Какой стих? Ну обратно вообще приехал. Обратно вообще с Марса прилетел, так что простите. Ну ничего страшного для всех. У них там другие временные зрения. Я пришел, вы начинали, молитесь. Молитесь, мол, приходите. Помогите. Мы начали, не заканчиваем. Кто хочет помолиться? Никто. Желаем вас послушать. Господи, слава Тебе. Как велик Ты наш Господь и долготерпение Твое велико. Будь милостив, услыши нашу молитву. Даруй мир народу Твоему и Украине, и Израилю. И во всех местах, где невинно убиваются дети Твои. Прими их в обители вечные. И о чем мы рассуждали, о чем погрешили, прости нас. И посеянное нами благовестие, Ты сам возрасти. И кто должен распространить там книги, Ты сам найди добрых тружеников. Услыши и ответь. Будь милостив нам. Пошли добрые жители вселения наши, расширь пределы общим. Дух Твой Святой доведет нас в землю правды. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С миром Божьей. Спасибо. Почему мы больше руки не поднимаем? Вот тогда полная. Полная маленькая. Сестры, у кого есть картошка,